Сейчас вся страна борется у нас, предотвращает коронавирусную инфекцию. Такого опыта, к сожалению, еще не было ни у кого, ни у одного муниципалитета. Поэтому, начиная с 28 марта, когда объявлена неделя выходных дней, и есть решение заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, я думаю, многие его с ним уже знакомы, Михаила Мишустина, о том, что с 28 числа мы приостанавливаем размещение во всех средствах размещения, которые существуют на территории города Сочи. Это касается любых гостиниц, пансионатов, отелей, санаториев. Частному сектору также рекомендовано. Это касается всех средств размещения, не только крупных, не только тех, кто состоит в реестре. Будут созданы мониторинговые группы, начиная с завтрашнего дня. Мы сегодня уведомили всех абсолютно собственников средств размещения относительно данных рекомендаций. Это, еще раз повторяю, не рекомендация, это нормативный документ, постановление губернатора. Ознакомили всех из завтрашнего дня. Мониторинговые группы из числа сотрудников администрации управления Роспотребнадзора, полиции, будут мониторить отели на предмет соблюдения этих требований. Мы завтра примем только тех гостей, которые на сегодняшний момент находятся в поезде и уже добираются в город Сочи и не могут сейчас развернуться и вернуться. Но еще раз повторяю, учитывая, что это будет не совсем тот отдых, на который они рассчитывали, я думаю, что многие будут принимать решение о том, чтобы прервать этот отдых и вернуться домой. Существует два варианта. Либо возврат денег, это уже будет решать объект размещения, либо перенос на более поздние сроки. Те туристы, которые забронировали, запланировали приезд в город Сочи, начиная с 28 числа, мы рекомендуем им перенести бронирование на более поздние сроки. На сегодняшний момент в городе находится достаточно большое количество туристов. Конечно, мы отмечаем снижение количества туристов, турпоток, но, тем не менее, туристов достаточно много. Это порядка 52 тысяч человек. Из них 222 – это иностранцы. Все эти туристы будут продолжать размещаться в тех отелях, пансионатах и санаториях, в которых они проживают, но в режиме изоляции. А именно, учитывая, что с 28 числа в городе у нас прекращается работа всех общепитов, рестораны, кафе, бургерные, всевозможные кофейни, все будет закрыто. Организация питания возможна либо в отеле с доставкой непосредственно в номер, если это завтрак, либо, если включен только завтрак, возможен заказ из любого предприятия общественного питания с доставкой в номер. В городе режим повышенной готовности. Это не чрезвычайная ситуация, но это режим повышенной готовности. Поэтому данные туристы могут выйти, конечно, прогуляться на море, подышать воздухом, но еще раз повторяю, никаких культурно-массовых, зрелищных, развлекательных мероприятий в городе не проходит. Ни один кинотеатр, парки, объекты показа – все закрыто с завтрашнего дня. Мы призываем всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. И учитывая, что для города Сочи курортная отрасль – это градообразующая отрасль, мы с вами должны совместными усилиями переждать вот этот период, посидеть дома. Для того, чтобы инфекция наконец-то оставила нас в покое, мы смогли спокойно и полноценно провести курортный сезон. Но, повторяю, с 28 марта по 1 июня мы не рекомендуем туристам приезжать в город Сочи. Светлана Батяйкина также отметила, что в условиях новой экономической ситуации предприятия туристической отрасли терпят большие убытки. Но в данном случае здоровье и безопасность горожан важнее прибыли. Меры поддержки прорабатываются на уровне правительства Российской Федерации. Я думаю, вы все слышали обращение к нации президента, где он сказал, что все эти меры будут проработаны на федеральном уровне. Администрация выполнит все те требования, которые будут к нам предъявлены. Мы понимаем, что ущерб будет колоссальный. Но, коллеги, здоровье, жизнь граждан и наша с вами безопасность все-таки важнее любых денег. И я хочу, чтобы с пониманием отнеслись не только туристы, но и все, кого это касается. В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 28 марта на 50% сократятся пассажирские перевозки. Это значит, что количество подвижного состава на муниципальных маршрутах также будет сокращено вдвое. Последний рейс на маршрутах будет отправляться в 9 часов вечера. Затем общественный транспорт прекращает работу. При необходимости будет введена вынужденная мера по переводу работы общественного транспорта на трехразовое сообщение в утренние, обеденные и вечерние часы. Во всех автобусах усилены санитарно-профилактические мероприятия. Перед выездом на линию и во время стоянки на конечной остановке транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами. Передвижение общественного транспорта по городу также будет ограничено. В два раза уменьшается количество общественного транспорта. Это, еще раз повторяю, связано с тем, чтобы жители города не воспринимали предстоящие выходные как время для того, чтобы прогуляться или отдохнуть. Это время для самоизоляции, для того, чтобы побыть дома и минимизировать те риски, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. Достаточно многие жители России решили, что, учитывая неблагоприятную эпидемическую обстановку в мире целом, очень многие решили направиться отдохнуть в Сочи. Вот для того, чтобы избежать вспышки заболевания в городе, эти меры предпринимаются. Поэтому и авиасообщение будет уменьшаться, и железнодорожный транспорт также пересматривает свою сетку движения. Уменьшается сообщение между Сочи и Краснодаром. Это будет, по-моему, три электрички для того, чтобы люди, которым крайне необходимо перемещаться, могли этим воспользоваться. Расписание движения городских и пригородных муниципальных маршрутов можно отследить на сайте Департамента транспорта и Дорожного хозяйства администрации города Сочи или в мобильном приложении «Транспорт Сочи». Продолжение следует...